МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующий год программа «Детские сады детям» какой эффект уже получен? Благодарю вас за приглашение. В первую очередь, что касается программы модернизации систем дошкольного образования или попросту партийного проекта «Детские сады детям», то эффект, конечно, колоссальный. Мы сейчас стараемся ликвидировать очередность как минимум от 3 до 7 лет, достигнуть 100% доступности этой возрастной категории детских садов, чтобы были у каждого ребеночка. И мы понимаем, что к 2016 году нам необходимо решить этот вопрос. Кроме того, есть 599-й указ президента, согласно которому это нужно, программу выполнить. И сейчас уже более 110 миллиардов направлено за два года на решение этого вопроса. Поэтому средства федерации вкладывают колоссальные, при том, что если посчитать на условиях софинансирования, где-то это от 20% до 80%, где-то программа это удваивается, поэтому средства и регионы вкладывают очень значительные. Поэтому ликвидируется потихонечку эта очередь. И, как мы видим, допустим, за прошлый год было введено около 400 тысяч мест новых, дошкольных. И в этом году мы планируем не меньше 400 тысяч мест. И мы понимаем, что у нас есть еще год для того, чтобы постараться решить этот вопрос, и с тем, чтобы мамочки смогли выходить на работу и построить как можно больше детских садиков. Но эта программа сводится не только к строительству или выкупу зданий, например, но и к тому, чтобы помогать социально ориентированному бизнесу, например, доступные частные детские сады. Это тоже для государства хорошо. Это в том числе и та госпрограмма, включая в себя, о которой мы сейчас говорим, что есть в правилах распределения субсидий такая фраза, что можно и создавать дошкольные места не только строительством, но и субсидированием социально ориентированного бизнеса. В частном государственном партнете такое, да? Нет, ну действительно, очередь сокращается. И я вот слышу от очень многих знакомых мамочек, что действительно доступно, действительно пошли, записались, когда ребенок родился, а потом уже в три года, бац, садик дали. Но здесь же встает другая проблема. Очень многие воспитатели уезжают, нехватка квалифицированных кадров. Запросы у родителей стали более серьезнее по качеству образовательных услуг. Это правильно. Запросы у родителей относительно своих детей и относительно должного внимания со стороны государства всегда должны быть. Во-первых, вы знаете, что благодаря закону в 273-м об образовании теперь детский сад – это уровень общего образования. Поэтому уже детский сад, во-первых, должен быть доступным только хотя бы благодаря этому. И поскольку Конституция гарантирует право на образование для каждого гражданина, поэтому, во-первых, из-за этого должен быть доступным. И, во-вторых, теперь, раз уж это уровень образования общего, то теперь в детские сады, вы знаете, был принят федеральный гособразовательный стандарт в декабре прошлого года, и на базе федерального гособразовательного стандарта разрабатываются премьерные образовательные программы дошкольного образования. И теперь очень много будет меняться, поменяется где-то начинка. То есть это будет, с одной стороны, и подготовка к школе, это будут определенные навыки, это будет развитие таланта, потому что очень важно вовремя обратить внимание на способности и таланты ребенка и попробовать обрабатывать их, развивать еще с детского сада, с дошкольной скамьи. Ну и, конечно, каких-то ошибок просто не будет, и не нужно будет их исправлять ни в школе, ни в университете. А что касается того, что будет конкретно в детском саду, то здесь не нужно беспокоиться, например, родителям, которые боятся лишить детства своих детей. Не будет экзаменов, то есть это будет совершенно другой замер результатов работы детских педагогов, воспитателей и детей. Что касается того, насколько родители требовательны, ну, конечно, это, во-первых, требование просто безопасности и в детских садах своим детям, ну и, конечно, все-таки, раз уж это ступень образования, то, конечно, хотелось бы, чтобы родители в рамках государственных полномочий в сфере образования дали детям все, что возможно, ведь за образование платит государство, а родители платят только за присмотр и уход в детских садах. Ну вот иногда слышишь от воспитателей такое, что в их обязанности входит только присмотр за детьми, а не дальнейшее развитие, развитие каких-то талантов и способностей. Мы сейчас в переходном периоде находимся, когда еще пока не приняты образовательные программы, и детские сады работают по-старому, кто-то начинает перестраиваться. Сейчас работают в разных регионах десант Министерства образования Российской Федерации с тем, чтобы восполнить какие-то пробелы, которые существуют у педагогов, воспитателей. К сожалению, дошкольным образованием в последние годы не занимались. Сейчас очень плотно занялись, и действительно очень многое необходимо исправить. Поэтому это не присмотр-уход, а это, еще раз подчеркну, это образование. Есть Федеральный гособразовательный стандарт, которым занимался и Федеральный институт развития образования, и Государственная дума, и эксперты очень разнопланового уровня. И очень многие сначала переживали насчет него, но теперь я знаю, очень многим он нравится, и действительно его нужно внедрять. На внедрение требуется несколько лет. Если я правильно помню, как минимум год или два. Вот сейчас в Россию приезжают беженцы с Украины, и среди них много семей с детьми. И я так понимаю, что российское правительство, российское государство, если они останутся здесь, не вернутся на родину, обеспечить детей и школами, и детскими садами. Вот в этом направлении вы как-то работаете? Да, конечно. Я уже получила несколько обращений на этот счет. И люди, как правило, рассчитывают на себя. То есть они стараются уже устроиться на работу. У кого-то лучше, у кого-то не получается. Это все по-разному, и мы стараемся помогать. У нас есть коллега-депутат, который президентом Генсовета партии назначен курировать эту работу. Это Александр Евсеевич Кинштейн. И, конечно, мы ему всячески содействуем в этом. Но что касается конкретно детских садов и школ, то, конечно, здесь вопросов никаких нет. Все должны получать образование. Все должны найти для себя здесь комфортную жизнь. Это наши люди. И я очень хорошо знаю, что это такое. Я чувствую тонкость этого момента, когда мы все жили в одной стране, а потом часть из них остались теми же гражданами, а часть были, вне зависимости от их желания, уже за пределами этой страны. И получилось так, что я также оказалась в свое время за пределами страны. Но я не стала другим человеком. И странно было бы, допустим, меня приписывать к чужим, к другим государствам, к другим идеям, к другим идеологам и все прочее. То есть это те же наши люди. Поэтому им нужно обеспечить новую комфортную жизнь. Тем более, как правило, это люди, которые пострадали психологически. В основном это женщины и дети, потому что в первую очередь они были отправлены сюда и искали здесь безопасность для своих детей в первую очередь. И, конечно, им нужно региональным властям, если вот, например, здесь в Чувашии есть беженцы, я слышала уже об этом, нужно всячески содействовать. Может быть, и жилье в соцнайм, может быть, предлагать какую-то работу, помочь федеральным миграционным службам. Мы приняли же недавно новый закон об упрощенном включении в гражданство Российской Федерации. И это созывается комиссия, и она может быстро проработать вопрос и помочь этим людям. Поскольку, как правило, все всегда упирается в гражданство. Если у тебя есть гражданство Российской Федерации, то ты живешь спокойно. Если нет, то это морока. Поэтому это наши люди. Это, как правило, люди, которые работящие, молодежь, которые... Это интеллектуальный наш потенциал. Поэтому никого нельзя исключать. Нужно всячески помогать. Поэтому, если какие-то будут потребности во включении меня, вас в эту работу, то, я думаю, мы с вами отзовемся обязательно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня в программе «Посуществу» у нас была депутат Государственной Думы Алена Аршинова. До свидания, Алена. Благодарю за приглашение. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин